Перед тем, как войти в пещеру, экскурсовод Елена Трунина выпивает чашку горячего чая. Ведь под холодными сводами ей предстоит провести от полутора до двух часов. Родилась Елена в Кунгуре. Закончила исторический факультет Пермского государственного университета. Преподавала в школе номер 10 историю. Но этого ей было мало. Хотелось еще больше общения и знаний. И Елена Трунина устроилась по совместительству экскурсоводом в Кунгурскую ледяную пещеру. И не когда-нибудь, а 31 декабря. Вскоре эта работа стала ее постоянной. Устраиваясь в пещеру на работу 31 декабря, я также надеялась, что моя трудовая деятельность будет долгой, что работа мне будет нравиться и приносить удовлетворение и мне, и посетителям. Елена не знает, сколько человек она провела по пещере за все эти годы. Говорит просто – несколько тысяч. Мы с вами в первом гроте пещеры – гроте Бриллиантовом. То, что вы здесь видите, это многолетние льды. Кристаллы сейчас сверкают так, как наша новогодняя елочка. Всего в Кунгурской ледяной пещере 50 экскурсоводов. Порой в школьные каникулы через каждые 10 минут в пещеру идет группа за группой. Но каждый раз под Новый год Елена Трунина проводит индивидуальную экскурсию для супругов Горкач. Это они 31 декабря были первыми туристами молодого экскурсовода. А потом взяли и поженились. Мы с подружками пошли в пещеру. И в группе туристов, в которой мы были, я его увидела. И поняла, что это судьба. Еще до армии ходил сюда, в пещеру, с ребятами. И не думал, что здесь найду свою половину. Александр с Еленой живут в любви и согласии. Каждый год накануне новогодних праздников они всегда созваниваются со своим с большой буквы экскурсоводом. Елена, несмотря на занятость, находит минутку для встречи. Мы решили создать свою собственную семейную традицию. 31 декабря приезжать к нам в пещеру и бросать монетки возле камня желаний. Подожди, надо сказать. Пусть Новый год принесет нам счастье и удачу. С Новым годом! Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.